Добрый день, с вами Миря Мцимина. Предлагаем вашему вниманию видеокурс, который состоит из 10 уроков на тему «Как помочь ребенку чувствовать себя спокойно и уверенно». На самом деле, маленькие дети очень чувствительны к различным неблагоприятным факторам. И очень часто по разным причинам дети испытывают тревогу. С одной стороны, тревога – это нормальная часть жизни, когда нужно мобилизировать силы, например, перед выступлением или перед экзаменом. Но как только тревога переходит уже в черту личности, становится тревожность, тревожный ребенок, то это очень ему мешает жить счастливой жизнью, расти и развиваться, потому что всю свою энергию организм направляет на готовность к борьбе, к защите. А на самом деле защищаться нет кого и бороться не с чем, потому что это всего лишь опасение ребенка, и такое состояние очень истощает ресурсы организма. Что такое тревожность? Тревожность – это психологическая особенность, которая характеризуется в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, даже в таких, которые к этому не предрасполагают. И родители не всегда могут заметить беспокойство своих детей, так как тревожность проявляется иногда не так, как нам кажется. Если вы хотите узнать, тревожен ваш ребенок или нет, предлагаю вам такой опросник – Лаврентиевый, который состоит из 20 вопросов. Ответив на них, вы сможете понять, тревожен ваш ребенок или нет. Мы можем помочь нашим детям испытывать спокойствие, уверенность. Самое первое – это поддержка. Помогите вашему ребенку понять, что его беспокоит, что вызывает его тревогу. Найдите подходящее время. Возможно, это время перед сном, когда ребенок готов поделиться с вами, рассказать вам самые большие секреты. Помогите ему развеять его негативные мысли. И ребенок почувствует, что его понимают с ним рядом, он не один. И тогда ему будет легче преодолеть его тревожность. Второй важный момент – это дыхательные упражнения. Это очень помогает снятию мышечного напряжения. Очень часто мы недооцениваем силу глубокого диапрагмального дыхания. А ведь как мы дышим – это напрямую зависит, как работает наша нервная система, как мы реагируем в стрессовых ситуациях. Предлагаю вам научиться и научить ребенка правильному глубокому дыханию. Размеренное дыхание – то есть диапрагмания. Когда мы при вдохе надуваем не грудную клетку, а надуваем живот. При таком дыхании мы увеличиваем активность префронтальной коры. Это помогает снизить уровень гормонов стресса. Это помогает ясно, хорошо мыслить, принимать правильные решения. Это успокаивает наши эмоции. Предлагаю вам дыхательное упражнение, которое называется «Дыхание воздушным шаром». Расскажите вашему ребенку о том, что его живот похож на воздушный шарик. Каждый раз при вдохе он медленно-медленно надувается, а при выдохе медленно-медленно надувается. Ребенок может придумать свет шарику, может дать ему название, имя. Практикуйте каждый раз глубокое дыхание, когда ваш ребенок испытывает беспокойство, тревогу, стресс. Это поможет прийти ему в равновесие. Спасибо за ваше внимание. До встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»